Вести Карачаева, Черкесия Глава Карачаевой Черкесии провел рабочую встречу с начальником управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Республики Андреем Павловичем. Ключевой темой разговора стало повышение уровня антитеррористической безопасности образовательных учреждений, поручение которой было озвучено в ходе заседания у полномочного представителя президента ВСКФО Юрия Чайки. Стороны коснулись и обеспечения общественной безопасности и охране правопорядка в регионе в целом. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов и директор Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Синокосов обсудили ряд вопросов, связанных с участием финансового учреждения в дальнейшем развитии сельского хозяйства республики, как одного из драйверов экономического развития республики. Рашид Тимрезов отметил, что банк сегодня серьезно интегрирован в экономику Карачаевой Черкесии и пользуется доверием сельхозпроизводителей. Он также подчеркнул, что совместно с финансовыми структурами, включая Россельхозбанк, необходимо сделать все возможное, чтобы поддерживать благоприятный инвестиционный и финансовый климат для сельхозпроизводителей республики. Министерство туризма и курортов республики проводит конкурс на отбор заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления грантовой поддержки на осуществление деятельности в сфере туризма на территории региона в этом году. Гранты будут предоставлены для поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения, объектов кемпинг-размещения, кемп-стоянок, реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, а также поддержки развития инфраструктуры туризма. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч рублей. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбай» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строиться обеспечивающей инфраструктурой, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день. В пик сезона мы знаем, что там создаются очередя и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Домбая. Поэтому Домбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности, знаком отличия образцовая семья наградили семью Гоговых, Мухарбея и Хажар, которые прожили в совместном браке 51 год. Пара воспитала двоих детей, дочь и сына. Своим детям они дали возможность получить не одно высшее образование. Дочь Фатима проживает в Санкт-Петербурге и работает педагогом. Сын Мухаммед – успешный предприниматель в Краснодарском крае. Дети Гоговых уже создали свои семьи. Все живут в достатке и согласии. У Мухарбея и Хажар пять прекрасных внуков. В картиной галереи Природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой в эти дни проходит республиканская выставка-конкурс «Город мастеров». В мероприятии принимают участие самодеятельные мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства, модельеры-дизайнеры и реставраторы национальных костюмов. Выставка продлится до 20 июля и вход для всех желающих бесплатный. С 1 октября текущего года банки позволят клиентам самостоятельно выбирать, какими услугами пользоваться через сайт и мобильное приложение. Например, можно будет отключить дистанционное оформление кредитов, чтобы защититься от мошенников. Такую возможность предусматривает новое указание Банка России. Кроме того, клиенты всех финансовых учреждений смогут отключать онлайн-переводы или ограничивать их размер. Устанавливать и отменять ограничения можно будет бесплатно сколько угодно. Если вы обслуживаетесь в нескольких банках, нужно будет обращаться в каждый из них по отдельности. В Черкесске 5 июля по распоряжению мэра Алексея Баскаева стартовал ручной сбор амброзий, являющийся сильным аллергеном. В городе будут работать три пункта приема карантинной растительности. В каждом из них за одно вырванное с корнем растение высотой не менее 15 сантиметров можно получить вознаграждение 30 копеек. Комментирует информацию главный специалист отдела контроля городского хозяйства управления ЖКХ мэрии Черкеска Максим Шепетько. Экологическая акция «Стоп амброзия» проводится 2015 года. Мы возобновляем эту акцию, поскольку в 2020 и 2021 году в связи с ситуацией COVID по стране массовые мероприятия запрещены были, акция не проводилась. Вот спустя два года мы ее возобновляем. Начинали когда с 2015 года, не ожидали такого эффекта, что людей все больше и больше участвует. Цели разные у всех. Кто-то заработать хочет, кто-то принести пользу для людей. У нас в акции даже аллергики участвуют. Почему они участвуют? Потому что само растение амброзия до периода цветения никакой угрозы для здоровья не представляет. Поэтому участников у нас вполне очень даже много. В Узьгуте в рамках программы «Комфортная городская среда» появится новая зона отдыха. Жильцов по улице Балахонова-2 давно расселили в новые многоэтажки, которые построили буквально через дорогу. А вот на образованном пустыре скоро установят скамейки, детскую и спортивную площадки. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Узьгутинского городского поселения Хасан Айбазов. На территории ведутся сейчас работы по прокладке дорожек, плитки тротуарные. Еще здесь будет спортивная площадка, детская площадка, скамейки, урны, освещение. На детской площадке будет прорезиновое покрытие. Планируем до конца июля месяца завершить. Двенадцать школьников и студентов СУЗов Черкеска завершили трехлетнюю программу обучения в энергоклассе «Русгидро». Вручение сертификатов об окончании состоялось в торжественной обстановке в зале совещаний Зеленчукской ГСГС. Для выпускников провели экскурсию по строящимся и действующим гидрообъектам, а также показали презентационный ролик, рассказывающий о деятельности компании. Набор в первый в Карачаево-Черкесии энергокласс состоялся в 2019 году. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом расскажет руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача по хозяйственной части Республиканской клинической больницы. По данным правоохранительных органов, фигурант неоднократно похищал бюджетные средства, которые выделялись на ремонт и закупку оборудования для нужд медицинского учреждения. Совокупный ущерб от четырех эпизодов мошенничества региональному бюджету составил более 5 миллионов рублей. Сот арестовал обвиняемого. По месту его жительства изъяты вещественные доказательства, в том числе документации. Прокуратура Карачаево-Черкесии утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя юридического лица, который обвиняется сразу по двум статьям – мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Информацию комментирует старший помощник прокурора Республики Елена Дармаграева. По версии следствия, в сентябре 2019 года руководителем ООО «Дорожник» был заключен государственный контракт с Республиканским государственным казенным учреждением «Карачаево-Черкесское – Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Карачаево-Черкес-Автодор» на выполнение работ по ремонту дороги межмуниципального значения «Карачаевск-Учкула». Обвиняемый в период с марта по август 2020 года изготовил и представил в учреждении «Карачаево-Черкес-Автодор» фиктивные документы о выполнении предусмотренных контрактом работ с завышением их объема, вследствие чего им были похищены денежные средства на сумму свыше 4 млн. рублей, которые были выделены на оплату контрактных обязательств. В рамках уголовного дела прокурорам заявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба, а также на имущество юридического лица наложен арест. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. С фантомных площадок в Черкесске незаконно ввели в оборот более 4,5 тонн мясной продукции. Об этом сообщил заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора Аюб Каблахов. Северокавказское межрегиональное управление Росельхознадзора пресекло деятельность фантомной площадки по реализации хранения мясной продукции в городе Черкесске. Установлено, что 24 июня ферма «Водолей», которая принадлежит павильон, рынок и убойный пункт «Мясной твор» прекратила свою деятельность. Однако в ходе анализа информации в системе Меркурии выяснилось, что ферма незаконно продолжала оформлять ветеринарные сопроводные документы на продукцию и животных. За это время незаконно введено в оборот свыше 1400 кг говядины, более 3000 кг баранины и нелегально оформленные документы на 374 животных. Управление Росельхознадзора «Хабзачий субъект» и данные площадки исключены с системой Цербер для предотвращения нелегального оборота продукции, а материально направлены правоохранительные органы. В Архызе прошел масштабный фестиваль горного бега «Архыз-Хран», в котором приняли участие 1200 человек из 70 регионов России. Суммарная дистанция марафонов составляла до 118 километров. Многокилометровые забеги проходили через массив горы София, Софийские водопады, живописные высокогорные озера Семоцветное, Аюлю, Кратерное и Софийские. Спортсмены не только доказали свой высокий профессионализм, но и увидели прекрасные природные локации нашей республики. Восемь медалей состоявшегося турнира по боксу в Осентуках привезли наши спортсмены Борис Апанасов, Арина Гончарова, Мадина Хатукаева, Элина Хакунова, Даниль Априсян, Алексей Бондарев, Замир Псиунов и Денис Желудков. В Пятигорске состоялся турнир по ММА с мешанным боевым единоборством «Открытое небо». Девять спортсменов, воспитанников клубов ММА и клан воинов завоевали призовые места в своих весовых категориях. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. В Черкесске без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 32 градусов. 7 июля в северной части Карачаево-Черкесии ожидается местами высокая пожароопасность, 4 класс. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.